Доброго времени суток, уважаемые друзья! Вас приветствует команда Успех Вместе! Сегодня мы находимся в офисе инновационных топливных технологий и в данном видео мы хотели бы рассказать вам о том, как пользоваться первым в мире мультивитамином Enviratax для того, чтобы получать максимальную пользу и экономию на своем автомобиле и специально для этого в наш офис сегодня пригласили эксперта, человека, у которого опыт более 20 лет классического бизнеса, это руководитель компании Green Food Global Дмитрий Сафонов. Встречаем! Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо, Александр! Дмитрий, я очень рад вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о том, какая сегодня ситуация на топливном рынке и почему бизнес с компанией Green Food Global является самым актуальным на сегодняшний день. Спасибо, Александр, за вопрос. Что хочу сказать? Ситуация плачевная, все автолюбители в печали, так как цены на топливо растут, дорожает топливо и оно не лучшего качества, цены на перевозки становятся ниже, даже еще падают, не растут. Зарплата у перевозчика, у дальновойщика в тисках, им это не нравится. Есть просто предложение. Экономить топливо с катализатором, горевая ротапс. Понятно. Благодарю вас, Дмитрий. Тогда расскажите, что это за катализатор, что это за зверь, первый мультивитамин и как им правильно пользоваться. Что он из себя представляет? Вот такой вот маленький пакетик, в нем 28 витаминов. Катализатор гореет топливо. Что он делает? Он попадает в топливо, распадается, транспортируется в камеру сгорания, формируется каталитическая пленка 0,01 микрона, которая способствует полному сгоранию топлива. Так как научно доказано, в любом автомобиле, внутри камеры сгорания, топливо сгорает 50-70%, а в каталитических условиях, также научно доказано, топливо сгорает 95-98%. Создается каталитическая пленка, и топливо начинает эффективнее сгорать. Которое топливо, вот это 25-35% у нас не сгорало, оно начинает сгорать. При полном сгорании топлива, уменьшение вредных выбросов, топливо полностью сгорает, из трубы ничем не пахнет. Практически свежий, чистый воздух. Сэкономятся деньги на заправках, вы на своем количестве топлива проезжаете длиннее путь. Это фунт 2, в третьих. Моторесурс увеличивается, у вас происходит в камере сгорания чистка, катализатор чистит камеру сгорания методом смывки. Нагар, смолы, все счищается. Формируется каталитическая пленка 0,01 микрона. С первого бака примерно нарастает экономия 5-7%, со второго 7-12%, с третьего 15-12-17%. После третьего-пятого бака стабильная экономия от 15%. Получается, четвертый пункт, если топливо полностью сгорает, КПД увеличивается. Транспортное средство резвее едет. Получается, на одну передачу выше переключаются автолюбители. Вот такие замечательные витаминки помогают делать чудеса в топливном баке и в нашем автомобиле. Здорово. У вас на сегодняшний день много потребителей данного продукта? Работаем с автолюбителями дальнобойщиками, с частными и уже с предприятиями начали заключать договора. Больше 100 единиц большегрузной техники. Это тягачи дальнобойные, маны, петербилты, кенурхи, вольво, скани, ну и разные тягачи. Камазы есть хорошие, сейчас подключились в Черемховском районе, начали убирать поля. И мы спокойны, что наш урожай будет собираться и вредные выбросы не будут на поля падать. Так как топливо будет полностью сгореть, когда нельзя там гореть топливо. То есть ваш продукт также позволяет защищать экологию? Совершенно верно. Здорово. Классный продукт. Друзья, наверняка у вас появился вопрос, как правильно использовать продукт для того, чтобы получить максимальные результаты твоей экономии. И Дмитрий с удовольствием этим поделится с нами своим опытом и расскажет вам, как это сделать. Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Для наиболее наилучших результатов очень важно знать первоначальный расход на 100 километров. Значит, заправляем полный бак топлива, это горлышко. Вот полный бак. Проезжаем 100-150 километров до ближайшей АЗС, делаем дозаправку. Берем чек номер один заправки. Мы будем знать первоначальный расход на 100 километров. Если мы проехали по ровной местности или по горам, с грузом или без, надо все по метке поставить. И на чеке напишем, допустим, дальновойная фура поехала по Култуку, проехала 106 километров, сожгла примерно 49 литров. Это будет у нас чек номер один. Потом мы заправили до горла полный бак. Начинаем бросать инвайр тапс по шкале, по инструкции, дозировке. Первый бак бросили витамины по инструкции, дозировке, проехали. Второй бак, используем витамины, проехали. Итак, мы проезжаем третий, четвертый, пятый бак, пятый, шестой бак с катализатором топлива инвайра так. И повторяем контрольный замер. Также полный бак до горла заправляем. Контрольный замер после шестого бака, не раньше. Проезжаем 100-150 километров, желательно такой же путь, с тем же грузом. До пункта Б, окончательно. Берем чек номер два на заправке. Если мы проехали другой путь, там примерно больше 106 километров, 108-112, тоже можно на чеке написать это. Потом несложно вычитать по формуле. Берем два чека, чек номер один, чек номер два, ложим и считаем экономию в процентах. Примерно при правильном использовании катализатора горения топлива по инструкции все дальнобойщики, автолюбители получают вот такую примерно экономию. 15-30 процентов экономия топлива. И у них уже становится веселей на лице. Рекомендую пользоваться Enveratap. Он защищает двигатель от некачественного топлива, экономит денежки и защищает экологию. Дмитрий, вот у меня осталось к вам два вопроса. На каком баке обычно уже чувствуется экономический эффект? То есть на каком баке водитель может понять, что он получил экономию? Посчитайте так. На первом-втором баке автолюбители чувствуют, что машина резвее едет, динамику, обгоны ловчей делают. Чувствуют, что топливо по-другому как-то сгорает, из трубы воздух уже не коптит, не дымит. Экономию в среднем примерно получают. По компьютеру уже определенно видно, где-то в районе третьего-пятого бака, так сказать. После шестого-седьмого бака уже резко видно. Делают контрольный замер, и там уже резкий даже тренд идет 3-4-5 литров экономия со 100 километров. Можно не сомневаться продолжать. 7-8-10 баков. Когда вам понравится, прочистится камера сгорания, чисто топливная система будет. Вы будете получать удовольствие от езды. Для утверждения можно контрольный замер делать такой же примерно после 10-го, 12-го, 15-го бака. Для утверждения, чтобы вы не сомневались, что надо продолжать пользоваться катализатором, говорим, топливо и инвариатапс. Вот такие результаты. Насколько я понимаю, экономия может быть из первого и со второго бака. То есть все зависит от автомобиля, от его состояния, ну и от того топлива, которое было залито в бензобак. Правильно? Да, совершенно верно, Александр. Есть, получается, результат. Если свежий автомобиль новый, у него камера сгорания чистая, не загрязнена еще. Но мы используем на новых автомобилях для чего? Мы защищаем двигатель от некачественного топлива, чтобы не загрязнялась камера сгорания. Так как топливо на первом этапе полностью сгорает, и на выходе получаем свежий чистый воздух. Продукт весь перерабатывается топливный. Если топливная система загрязнена, допустим, это не новые, не свежие автомобили, камера сгорания грязная, это получается у них, допустим, норма у чигачей 36-35 литров, а есть 40-42 литров. Это называется искусственный перерасход. Сначала 2-3 бака чистится топливная система до нормы, камера сгорания чистится. Это тоже вид экономии. Потом формируется пленочка, дальше нарастает экономия 38-37-36, и получается на старых автомобилях больше экономия получается за счет перерасхода топлива. Дмитрий, нашим зрителям наверняка интересно знать, сколько может сэкономить дальнобойщик благодаря данному продукту? Сенвайртаб с катализатором горения топлива дальнобойщик экономит благодаря одного пакета. Его хватает на тонну 400 литров топлива, а с тонны они экономят от 200 до 300 литров топлива. В деньгах это от 6 до 12 тысяч рублей. Им это нравится? Супер! Я так понимаю, экономия не только дальнобойщики. Насколько мне известно, данный продукт позволяет обычному автолюбителю экономить до 100 тысяч рублей в год своего семейного бюджета. Мы благодарим вас, Дмитрий, за то, что вы сегодня пришли в наш офис и поделились этой замечательной информацией. Что вы можете пожелать в завершении нашей встречи нашим сегодняшним зрителям? Я хочу пожелать отличного настроения. Давайте вместе защищать экологию, сохранить сердце своего автомобиля от некачественного топлива, экономить деньги на топливе на заправках с катализатором горения топлива и два ротапс. Спасибо, Дмитрий. А сегодня с вами была команда «Успех вместе», а именно Дмитрий Сафонов и ваш друг Александр Новиков. Удачи! На дорогах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok